Я Войтихович Зоя Ивановна, мать добровольца полка Кастуся Калиновского, позывной «Оскар». Несвядомых первотворим у соправдных смогаров-бойцов, которые смогут просто напополам рвать Москву. Леша в детстве был очень хорошим мальчиком, в принципе добродушным. Был маменькин, как говорится, сыночек больше. Был в свое время еще в школе очень толстый, полный. В подростковом возрасте сел на жесткую диету, он похудел сильно. Пошел учиться в Минск на повара. После окончания учебы его начали повестками вызывать в военкомат, то есть служить в армию. Чего он не хотел делать ни в коем случае. Он поехал медкомиссию проходить, не вернулся домой ночевать. Мы его разыскивали, звонили, не могли дозвониться, телефон не отвечал. На следующий день нам позвонили с психоневрологического диспансера города Молодечно, что он находится на госпитализации в городе Минске в новинках в больнице. Что он обратился сам к ним, что у него какое-то душевное расстройство, склонность к суициду. Вот он не хочет жить. Он отлежал там в новинках. Приехали в Молодечно. Нашли ему работу в кафе повара. Он перешел сюда работать. И при этом он наблюдался в психоневрологическом этом диспансере. Потом началось, вот видно, он со всеми вот этими, которые БЧБ поддерживали, Шкатевкановской, он познакомился здесь в Молодечно с ними. Тут был в Молодечне стрим с Тихановским. Тихановский приезжал, вот тогда он выступал там ему на камеру. Тогда он получил первые свои сутки. Потом он съехал от нас, потому что, ну, не поддерживали мы его взгляды на это все. Он начал с друзьями снимать в Молодечне квартиру и работать здесь. И потом как-то так получилось, он еще в Минск попал на митинг. Поехал то ли выходной у него был, то ли что. В Минске его там задержали. После Нового года присылают первое письмо ему. Он мне его показывал лично с Минска, с РОВД. Он тогда уже говорил, что, ой, меня, наверное, посадят. В один прекрасный момент так получилось, что он пропал. Где-то в 3 часа ночи на телеграм мне пришло письмо. Мама, привет, у меня все хорошо, я в Киеве. Я уехала уже в Киев. Нормально, да? Одного прекрасного момента, покуда я утром не проснулась, читаю в новостях, а там пишут, что война началась в Украине. Я сразу начала ему звонить. Он, да, немножко побомбили в Киеве, но сейчас тишина вроде бы. Как он именно попал в этот полк Кастуся этого Калиновского, я все знаю, в принципе, из его интервью. Больше ничего из этого, то есть, чтобы он мне там сказал именно, что они там делают, как, что, я не в курсе. Ну, я считаю, честно сказавшее, ну, это дурость какая-то. Ты здесь не хотел в армию идти, не хотел служить. За Беларусь, именно за Беларусь. А ты где-то с оружием в руках за чужую страну. Я пришел сюда, чтобы спочатку оборонить незалежность Украины. И про что мы сможем отвоевать вольность и незалежность Беларуси. И вот вы призываете молодых людей идти к вам. Вы объясните, за что? Если вот, может, эти молодые люди нам здесь нужны. Вы говорите, что Беларусь такая плохая, Россия такая плохая. Чем мы плохо живем? Чего вы добиваетесь? Что вы хотите? Я, честно сказать, думаю, что он очень жалеет, что так поступил. Он просто бы своими мозгами до такого бы не додумался. Он не был таким ярым раньше патриотом, чтобы, как говорится, живи Беларусь, мы за Беларусь, мы за беларусский народ. Это просто с чьей-то большой подачи пошло. Ну, идут как бычки на привязи сзади за вот этим всем. И когда кричат, мы живи Беларусь, мы смагаемся там. Они сейчас смагаются там за Беларусь. За какого Беларусь смагаетесь, если вы воюете в Украине? У нас в Беларуси все тихо, спокойно. И вот когда я увидела его интервью о том, что он ко мне обращается, Матуля Чакай, твой сын вернется героем. Матуля Чакай, твой сын вернется героем. Я сутки ревела, во-первых, во-вторых, сынок, герой ты можешь быть у нас здесь в Беларуси, именно за Беларусью. Может, еще у Леши такая получилась ситуация, что он, может, не прошел полностью, как говорится, медикаментозный курс лечения после своих этих новинок, как он говорил, после склонности к суициду. Ему, скорее всего, надо еще немного было времени, чтобы долечиться полностью. Может, это и связано с тем, что он попал под влияние каких-то вот этих людей. Так легко он поддался этому. Я, честно сказать, думаю, что он очень жалеет, что так поступил, что у кого-то может на поводу. Я, скорее всего, думаю, что, да, это не своими мозгами он додумался идти вот так, как за эти митинги. Это, я считаю, кто-то научил, кто-то как-то подтолкнул его к этому. Может быть, в связи с тем, что, ай, заработать денег хочешь, либо что... Потому что я была наслышана, что им даже за митинги, за эти, за выходы оплачивалось там. Я думаю, что не своими. Он просто бы своими мозгами до такого бы не додумался. Короче, весело отрымалось, после чего у нас были проблемы. Редактор субтитров А.Семкин